В эфире новости на канале ТВЛ в студии Ольга Костин. Здравствуйте! Коротко о главных событиях к этому часу. День знаний. В школах Электрогорска отметили начало нового учебного года. Глава города провел рабочий объезд городских территорий. 1 сентября повод повеселиться. Электрогорцы встретили ее величество осень. Сводка ЧП. Жители города приглашают написать диктант победы. Будьте здоровы, где и как можно сделать прививку от гриппа. Оперативное заседание в городской администрации. Прогноз погоды. 1 сентября в России – это День знаний. Праздник и прекрасный, и немного грустный одновременно. А в этом году исторически сложилось так, что он прошел немного по другому сценарию. Но от этого он не стал менее торжественным и трогательным. Доброе сентябрьское утро всем, мои дорогие. Сегодня я как никогда рада видеть на площади возле школы детей, выпускников, просто учеников, первоклассников. Прошедший учебный год оказался для нас сложным. Мы с вами очень рано расстались, не виделись очно и, наконец, нам с вами разрешили встретиться. Все школы города распахнули свои двери для учеников. В этом году за парты сели 273 первоклассника. Именно для них сегодня прозвучал первый школьный звонок. Сегодня я хотела бы поздравить первоклассников. Вы впервые вступаете в нашу школу полноценными жителями волшебной страны. Я желаю вам уверенно идти по лестнице знаний, не уставать узнавать новое и каждый день получать ответы на свои детские почему под руководством ваших замечательных учителей. Для учеников других классов тоже есть повод для радости. Это торжественные речи, волнения и счастливые лица, изобилие цветов и белых бантов. Это традиционные уроки мира и долгожданный день встречи с друзьями после дистанционного обучения и летних каникул. А для выпускников этот день своего рода последний ступень перед рубежом, когда начинается новая взрослая жизнь. Последний год в школе. Впереди серьезная взрослая жизнь. Какие планы на этот год? Ну, надо, во-первых, его хорошо закончить. И чтобы это сделать, надо постараться очень сильно. Я планирую поступить в военную авиацию в Ульяновское летное училище. Как будешь к этому готовиться? Надо физически подготовиться, ментально подготовиться и к экзаменам хорошо подготовиться к ЕГЭ. Удачи! Спасибо! Вот последний год в школе. Какие планы, какие желания, какие эмоции? Эмоции у меня смешанные, если честно, потому что я здесь никогда не была, никогда не училась. Я здесь новенькая. Но я очень надеюсь, что я смогу поступить на криминального профайлера. Но я понимаю, что это будет очень трудно, потому что очень высокие запросы, вы сами понимаете. Но я постараюсь со всех сил. Сегодня 1 сентября. Большой перерыв прошел между тем, как вы ушли из школы в марте и сейчас пришли. Чувствуется грусть, что все-таки последнее 1 сентября? Безусловно. Я, с одной стороны, очень рада наконец-то увидеть свою классную руководительницу, весь свой класс. Но, с другой стороны, мне очень грустно, что это была последняя моя линейка. Ну, а вообще планы какие? Куда собираешься поступить? Я собираюсь в Российскую Академию Народного Хозяйства и Государственного Служения. Что для этого будешь делать целый год? Готовиться. Только готовиться усердно. Первый день осени – это праздник для педагогов. Еще один учебный год, еще один класс и еще один мешок знаний надо передать своим любимым, пусть порой и непослушным ученикам. И еще один шанс научить своих мальчишек и девчонок доброму, светлому, вечному. Сегодня праздник для у наших педагогов. Дорогие коллеги, с начала вас нового учебного года. Крепкого вам здоровья и большого человеческого счастья. Пусть в вашей работе вам всегда сопутствует радость творчества, удача и успех. Первый сентября – это праздник и для родителей. Уважаемые родители, от нас с вами зависит, насколько успешными будут наши дети в учебе и в жизни. Окружите своих детей вниманием и заботой. Любите их. Всегда находите время для общения с ними. Помогайте им и поддерживайте. И я уверена, что все вместе мы преодолеем все трудности, решим все проблемы и сделаем детство наших детей радостным, счастливым и безопасным. Пусть в каждой семье будут мир и взаимопонимание. Здоровья всем вам и счастья! День знаний – это еще и праздник для родителей, для мам и пап, которые ведут ребенка в первый класс, и для тех, кто уже одиннадцатый, а значит, последний раз стоит на школьной линейке вместе со своим малышом и не может скрыть волнений и слез. Праздник для бабушек и дедушек, которые длинными вечерами вместе со своими внуками снова и снова пишут палочки, учат басни и таблицу умножения. Вы сегодня пошли в первый класс? Да, первый класс. Вы ждали, будет ли линейка, волновались, переживали в связи со сложившейся ситуацией? Конечно, ждали, переживали очень сильно. Хотелось бы ребенка хорошо проводить в первый класс. Но получилось? Получилось, достойно. Вы все увидели, все смогли снять, да? Да. А подготовка как у вас проходила к школе? Как обычно, как всегда, или все-таки с опасением? Все равно с каким-то опасением происходило, но закупили все заранее. Как вам сегодняшняя линейка в таких условиях? Настроение не испортила. Настроение, как в первый класс. Первый раз в первый класс. Все собрали? Сумку, ранец там? Да, да. Торжественно все собрали. И букет, да. Какие планы у вас вечером? Праздновать 1 сентября. Первый раз в первый класс. Во время проведения праздничной линейки в каждой школе были приняты меры предосторожности, в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. Какие меры безопасности предусмотрены в школе для наших детей? Ну, во-первых, на линейке присутствовали не все ученики, были только первоклассники, одиннадцатиклассники и выпускники девятых классов. Мы постарались развести потоки учащихся так, чтобы не было массового скопления. Родителям было предложено прийти в масках, в перчатках, соблюдать социальную дистанцию. Все это, я думаю, у нас получилось. Надеюсь, что так же безболезненно мы начнем нового учебного года. Дети обязательно в масках должны будут на уроках сидеть? Дети в школу ходят без масок, либо носят их по собственному, либо по желанию родителей. Учителя одевают маски только в непосредственном контакте с учеником, когда расстояние между ними менее полутора метров. Учителю доски может работать без маски. Мы все прошли тестирование на COVID-19. Положительных результатов в нашей школе, слава богу, нет. Поэтому мы начинаем здоровый учебный год. Несмотря на ограничения, организаторы проявили фантазию и смекалку в подготовке к важному событию. Ведь всем классам хотелось стоять рядом на школьной линейке, посмотреть традиционные шуточные выступления, послушать напутственные речи. ПЕСНЯ Для тех, кто не присутствовал на празднике, на лицеистском канале «Классно» шла прямая трансляция линеек. У нас сегодня на линейке принимали участие первые, пятые, девятые, десятые, одиннадцатые классы. Наша площадь позволила вместить такое количество ребят. Остальные ребята смотрели прямую трансляцию линейки в своих учебных кабинетах. К счастью, таким опытом уже мы обладали трансляцией. Оставалось только наладить вещание в кабинетах. Праздник прошел хорошо, ярко. Мы поздравили тех, кто впервые пришел в первый класс, тех, кто перешагнул порог начальной школы и перешел в основную школу. Ребят, которые в этом году будут сдавать впервые в жизни экзамены, это наши девятиклассники. Тех, кто перешел в среднюю школу, старшими стали, это десятые классы. Ну и, конечно, ребята, для которых остался последний школьный год, одиннадцатиклассники, которым мы тоже пожелали удачи. Учебные планы поменялись в связи с коронавирусом или нет? Нет, учебные планы в связи с коронавирусом не поменялись. Все ребята освоят тот курс, который должны были освоить. Сегодня все школы города готовы принять своих учеников. Выполнен тихующий ремонт классов и спортивных залов, закуплены новые учебники. Все готово к началу нового учебного года. И, несмотря на сложившуюся в стране обстановку с коронавирусом, нельзя не отметить тех успехов и достижений, которые за минувший год достигли наши образовательные учреждения. В этом году для нас, для нашей школы, очень знаменательный год, потому что у нас есть яркая победа. 16-я школа в этом году вошла в топ лучших школ московского региона. А самое главное, вчера мы только об этом узнали, что 16-я школа занимает второе место по математической грамотности из полутора тысяч школ московской области. Я поздравляю с этим событием, с этой яркой победой наших педагогов, директора школы и самых главных учеников. Поздравляю вас с Днем Знаний. Желаю вам хорошего, плодотворного учебного года и отличных оценок. С праздником! Отзвенели первые школьные звонки, ребята разошлись по кабинетам, первоклассники начали знакомиться друг с другом, выпускники устроили фотосессию для школьного альбома. Началась привычная школьная жизнь. И будем надеяться, что никакая вторая волна ей не помешает. И будут впереди уроки и перемены, домашние задания, контрольные, школьные завтраки и долгожданный звонок с урока. Наталья Николаевна, вот вы ждали этой линейки, ждали, что к вам придут новые ученики. Не боитесь, что опять будет вторая волна и придется заниматься дистанционно? Трудно это будет? С первым классом это очень трудно. Не хотелось бы заниматься дистанционно, потому что первый класс все-таки хотел, чтобы они приходили в школу. И мы здесь учились и читать, и писать. Что бы вы пожелали своим ученикам новым? Ну, конечно же, здоровья. Прежде всего, в такое время я желаю им здоровья, я желаю им успехов в учебе, чтобы им в школе нравилось, чтобы школа наша стала для них вторым домом. Добро пожаловать в очередной учебный год. Телеканал ТВЛ желает, чтобы все предметы сдавались легко. На переменах было весело, а учителя не были слишком строгими. Пусть дневник пестрит яркими пятерками, а унылые двойки никогда не будут его гостями. Родители пусть помогают делать домашние задания и гордятся своими детьми. С участием руководителей коммунальных и дорожных служб глава города Денис Семенов провел еженедельный объезд городских дорог и улиц, дворовых территорий, мест общего пользования, торговых объектов, любимых мест отдыха горожан. Сегодня 2 сентября. Мы провели традиционный объезд по городу. Хочется сказать, что наш город в течение всего летнего периода содержался в благоустроенном чистом виде, за что большое спасибо нашим муниципальным бюджетным учреждениям и управляющим организациям. Сегодня мы были в парке. Уже приехала техника, работает по устройству основания для асфальтирования для нашей большой детской площадки. И в ближайшие дни, завтра-послезавтра, закончится асфальтирование центральной аллеи. Также приступили к комплексному благоустройству по улице Комсомольской, по перелу Комсомольскому. Сейчас там ведутся подготовительные работы перед асфальтированием, выстраивают бордюры. Сейчас в ближайшее время будут завозить щебень и также приступят к асфальтированию. У нас остался уже крайний адрес. Это Ленина 66, 64 и 60. На этот адрес уже приобретена детская площадка. За счет средств компании «Элемет» Игорь Иванович Макеев нам оказал такое содействие. И эта площадка будет установлена во дворе. Сегодня мы проехали по улице Ухтомского. Конечно, очень немножко расстроило содержание территории у коммерческих объектов на улице Ухтомского. Ухтомского дом 6 и дом 4. Я думаю, что с силами и с помощью госантехнадзора мы наведем там порядок. И такая же ситуация у Ухтомского 7-9. Спорная территория, там парковка вся в мусоре, в грязи, которая необходима в ближайшее время силами ТСН Ухтомского 9 и управляющей компанией «Ленком» навести порядок, все убрать. И в пятницу мы наведем порядок на территории недостроенного здания рядом с магнитом Ухтомского 4. То есть мы хотим все полностью выпилить, убрать мусор и сделать эту территорию безопасной для жителей. И немножко ее облагородить, чтобы она не бросалась в глаза своим неэстетическим внешним видом. В целом по городу хочется сказать, что во дворах и на дорогах чистота, порядок. Будем поддерживать такое же состояние и заканчивать работы по благоустройству нашего городского парка и придумывая территория. Уже завтра будет дан старт всероссийской акции «Диктант Победы», приуроченной к годовщине в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пройдет он в виде исторического теста на тему событий 1941-1945 годов. Подробности далее. В этом году в Электрогорске мероприятие «Диктант Победы» будет проводиться во второй раз. Дата проведения – 3 сентября. Данное мероприятие будет проводиться в юбилейный год, в год 75-летия Победы. По информации депутата Московской областной думы Владимира Вшивцева, куратора проекта «Историческая память», в Московской области запланировано три основных площадки. Это город Нарафаминск, школа номер 3, куда приедут представители Кантемировской дивизии, где будет информация о Великой Отечественной войне. Русский район – это музей Зои Космедемьянской. И Можайский район – Бородинское поле. То есть это три основных площадки. В Электрогорске будет организовано три площадки, куда можно прийти и поучаствовать в мероприятии – школа 14, 16 и лицей. «Диктант Победы» – это мероприятие в формате единого государственного экзамена. То есть можно прийти, получить билет и ответить на те вопросы, которые там будут внесены в данное информационное пространство данного билета. Зарегистрироваться можно уже сейчас на сайте «диктантпобеды.рф». Или можно будет зарегистрироваться 3 сентября в момент начала мероприятия. В этом году будет изменен формат теста. Число вопросов увеличится. Вместо 20 их будет 25. Пять дополнительных вопросов разрабатываются специально для тех территорий, где проводится «Диктант Победы». Они будут связаны с военной историей конкретного региона России или зарубежного государства. Уже сейчас можно начинать подготовку к «Диктанту». Предварительные онлайн-тесты появятся на сайте акции «диктантпобеды.рф». Участвовать могут все. То есть здесь не ограничивается количество желающих поучаствовать. Как представители молодежи, так и представители старшего поколения. В прошлом году данная акция вызвала большой интерес у всех категорий наших жителей. Очень приятно, что активно откликнулась молодежь. С большим интересом ребята пришли, зарегистрировались, сели, получили билеты, отвечали на вопросы. И среди молодежи у нас 8 победителей в прошлом году. Очень активно у нас поучаствовали представители старшего поколения. Их тоже было огромное количество. Ну, для нашего города я считаю, что это огромное количество. То есть в целом у нас порядка 50 граждан в прошлом году приняли участие в мероприятии. И среди старших наших представителей также были победители. Это были три преподавателя лицея. Дата проведения диктанта победы – 3 сентября. Регистрация участников в 13.00. Начало диктанта в 14 часов. Для выпускников школы участие в акции станет дополнительным бонусом. По договоренности с Минпросвещением хорошие результаты теста будут учитываться при поступлении в ВУЗы. Я считаю, что это очень важное мероприятие для нас, потому что за последние годы во многих странах происходит искажение данного исторического события, чего, конечно, делать нельзя. Мы свято чтим нашу историю, особенно связанную с периодом Великой Отечественной войны, с подвигом советского народа, русского народа, всех тех, кто отдал жизни за наше счастливое, светлое будущее, настоящее. И поэтому, конечно, мы должны отдавать дань уважения нашим тем, кого сейчас нет с нами. Ну а вот диктант победы – это как раз-таки есть такой шаг, который не только позволяет проверить свои знания в области истории, но и таким образом выразить свое уважение к данному историческому событию. Сентябрь – время не только бабьевы, лета и дождей, но и простуд и гриппа. Когда погода быстро меняется, риск простыть или заболеть гриппом повышается. Тщательно мыть руки с мылом, промывать нос, заниматься спортом и закаляться, проветривать помещение, пользоваться медицинскими масками в местах, где много людей. Советы, как не подхватить вирус, мы знаем. А что советуют врачи, чтобы не подхватить простуду? По мнению медиков, от гриппа лучше всего защищает прививка. Именно поэтому перед началом сезонного всплеска эпидемии они настойчиво призывают сделать укорчик. Учитывая сложившийся 2020 год и непростую эпидемиологическую ситуацию, которая развивалась в нашей стране, эта вакцинация имеет крайне важное значение. Почему? Потому что привитый человек, как показывает статистика, он достаточно легко переносит те заболевания вирусные, которые в данном эпидемиологическом сезоне возможны и они будут. Поэтому прививка от гриппа крайне актуальна для лиц, часто страдающими и подверженными вирусным заболеваниям. У лиц с ослабленным иммунитетом, поэтому этому мероприятию нужно отнестись со всей серьезностью. Врачи советуют сделать прививку до начала сезонного подъема заболеваемости. Минимальный срок для выработки иммунитета 10-12 дней. Защитный уровень антител вырабатывается через 21 день, поэтому прививаться нужно заранее. Прививка от гриппа называется СОВИГРИП. Мы уже привили более 300 граждан города Электрогорск. Также мы в субботний день, специально для вашего удобства, выставили медицинский пост, который располагается каждую субботу в районе Центрального рынка. Время работы поста с 9 до 12 часов, что позволяет в кратчайшие сроки получить данную прививку от гриппа. Противопоказания к вакцинации бывают абсолютными и временными. Для беременных женщин и детей предусмотрена специальная инактивная вакцина. Противопоказанием к проведению прививок от гриппа является индивидуальная неприносимость куриного белка. Отягощенный аллергический анамнез – это возраст до 18 лет. Лица с проявлениями в данный момент какими-либо вирусными заболеваниями и наличием температурной реакции в момент вакцинации от гриппа. Прививку делают совершенно бесплатно в поликлинике каждый день, кроме вторника. Для удобства жителей также мы предусмотрели ежедневную вакцинацию в поликлинике. С 9 до 16 часов вы приходите в поликлинику, проходите, получаете допуск у дежурного врача об отсутствии противопоказаний к выполнению вакцинации. Далее вы проходите в кабинет вакцинопрофилактики, прививка выполняется. По субботам прививку можно сделать в мобильном прививочном пункте. Рядом с центральным входом на городской рынок с 9 до 12 часов. Помимо медицинской сестры прием ведет дежурный врач, который выдаст разрешение на прививку или даст медотвод. Короткая реклама на канале ТВЛ Магазин «Канцпарк» – это широкий ассортимент товаров для офиса, школы и дома. Мы находимся в городе Электрогорск, Советская площадь, 10. Канцелярские товары – все для развития детей и творчества, учебная и художественная литература. Скидка на товары 15% для многодетных семей, пенсионеров, преподавателей, а также именинников. Приходите в свой день рождения и получите скидку. У нас присутствует система скидок для корпоративных клиентов и коллективных заказов. «Канцпарк» – это еще и интернет-магазин, ассортимент которого постоянно расширяется и порадует самых требовательных покупателей. Мы ценим каждого клиента и работаем для вас. Мне не будет в этой жизни одиноко Знаю точно, я свой путь и вижу цель Из пути не уведет меня дорога Ни мороз, ни дождь, ни слякоть, ни метель Прекрасное далеко Зовет мечте высокой Клепимся свету только И вера в дно Прекрасное далеко Без страха и упрека И к теням лишь высоким Следимся мы всегда Инвестируй в мечту Игнорируй наркотики И мы продолжаем Праздничное весело С плясками и играми Молодецкими забавами и загадками И даже фокусами Большие и маленькие жители Электрогорска Встретили ее величество осень Показать, как это было? Смотрите Совсем не по-сеннему, теплым и солнечным днем Возле городского дома культуры Собрались долгожданные гости Чтобы по доброй народной традиции Встретить самое яркое И хлебосольное время года Осень В старину 1 сентября Праздновали не только окончание сбора урожая Но и начало нового года Вот и в Электрогорске в этот день И первый осенний месяц Поприветствовали И отметили начало года учебного С утра ребята сходили в школу А после обеда самое время Вместе с друзьями повеселиться И набраться позитивного настроения На новый учебный год Специально для тебя Еще раз Два Какой там мрачный шарчик А сегодня праздник Вы согласны? Да Давайте Праздник сегодня Вы веселый? Да Можно сказать радужный праздник сегодня? Да Да Тогда направили мы свои русские на я И какие слабые учебные? Агропад Абра 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 Казабра И завтра становится радужным Как сегодняшний праздник Ее величество осень Загадывала загадки Водила хороводы Играла и плясала Вместе с гостями праздника Сотрудники Дома культуры Организовали живой концерт И показали, чем могут заняться ребята Их мамы и бабушки Длинными зимними вечерами Свободные от уроков времени И провели мастер-классу По вязанию и валянию из шерсти Плетению из бумаги И рисованию Чтоб мы красивенько с вами встали И получим вкусные-вкусные сладкие призы Лето закончилось Но не стоит унывать Оно точно к нам еще вернется А впереди у нас встреча с другими временами года Которые принесут много веселого и интересного Далее новости продолжат информация от правоохранительных органов Сводка ЧП вашему вниманию Уважаемые родители В связи с началом нового учебного года Повторите своим детям правила дорожного движения После каникул дети, потерявшие за время отдыха должную бдительность На дорогах могут стать жертвами аварий Дом, школа, школа, дом Ежедневный маршрут всех детей Каким бы ответственным ни был ребенок Он остается ребенком Внимание детей привлекает все, что угодно Малейшая невнимательность Может привести к трагедии Вот почему важно, чтобы вы были примерным пешеходом Для своего ребенка Выберите совместный безопасный путь Подальше от машин, где мало перекрестков и переходов Остерегайтесь опасностей на улице Сопровождайте ребенка в школу и домой Воспитайте внимательного и ответственного пешехода В разгаре сезон грибов Во время тихой охоты теряются как взрослые, так и дети Которые отправились в лес вместе со своими родственниками Привет, Ульяна! Ты пошла с родителями за грибами и заблудилась Не бойся, ругать тебя не будут Тебя уже ищут Помоги родителям, полицейским, спасателям, волонтерам Тебя найти Никуда не уходи Оставайся на месте и шуми громко Кричи «Ау!» Нашла палку? Здорово! Стучи по деревьям как можно сильнее У тебя есть свисток? Отлично! Свисти! Тебя услышат и найдут Ты проголодалась? Придется потерпеть Есть в лесу ягоды, грибы и пить воду из ручейка опасно А вот и сотрудники полиции с волонтерами Тебя нашли! Молодец, Ульяна! Ты все сделала правильно! Ребята, помните Собираясь на прогулку в лес Возьмите с собой бутылочку с водой Свисток, шоколадку, фонарик Наденьте яркую одежду МВД России предупреждает Гулять детям одним в лесу Очень опасно Можно заблудиться Поэтому всегда надо быть рядом со взрослыми Далее прогноз погоды Сегодняшней ночью будет ясно Плюс 9,11 Ветер восточный, умеренный В четверг, 3 сентября, в течение суток На фоне повышенного давления Ожидается малооблачная погода Плюс 19,21 Ветер юго-восточный, умеренный Возможно, небольшие геомагнитные возмущения На этом у нас на сегодня все новости Эфир продолжит репортаж С оперативного совещания Которое прошло в городской администрации Во вторник, 1 сентября Я прощаюсь с вами В студии работала Ольга Костина До новых эфиров на канале ТВЛ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова